Здравствуйте! Время новостей на нашем канале в студии Елена Пахомова. Коротко о некоторых темах выпуска. Стипендиаты фонда «Новые имена», в разные годы становившиеся призерами конкурса «Щелкунчик», выступили в малом зале «Зарядье». Сюжетные линии, ну, свойственные, там, скажем, для конца 19 века, или такие социальные реалии, они сегодня уже просто не работают, их пришлось перепридумывать. Дикую утку Генрика Ипсона поставил в Новосибирске Тимофей Кулябин. Конечно же, мы будем театром открытым городу, тем более, что мы находимся в самом сердце города. Как идут ремонтно-реставрационные работы в театре «Набронный». Концерт стипендиата фонда «Новые имена» прошел в «Зарядье». В малом зале выступили музыканты, которые в разные годы становились финалистами и призерами международного конкурса «Щелкунчик», организованного нашим телеканалом. С подробностями Ольга Енина. Несколько минут до концерта. Обладатель «Золотого щелкунчика» 2020 года в категории фортепиано Роман Шер заканчивает репетицию с Негорой Ахмедовой. Эта традиция – оттачивать номер с педагогом даже перед концертом «Зарядье», где Рома выступал уже пять раз. Волнения особенного нету. Никакого. Почти как дома себя чувствуешь, да? Ну, нет. Чуть лучше. Этот конкурс мне дал очень много возможностей концертных. Семен Саламатников впервые выходит на эту сцену. Семен взял бронзового «Щелкунчика» в номинации «Духовые и ударные инструменты» в этом году. И стал стипендиатом фонда «Новые имена». Это был его третий раз на конкурсе. Во время выступления старался преодолеть волнение. Говорит, оно и помешало выступить лучше. Перед конкурсом занимался на трубе по восемь часов в день. Я первый раз выступаю в «Зарядье». Это очень волнительно для меня. Вот только закончился конкурс «Щелкунчик» и уже сразу я снова на сцене. Играть я буду композицию Свифта Эльфриде. А почему ее выступил? Это очень праздничная и веселая вещь. Новогоднюю сказку в таком формате «Щелкунчиком» устроили впервые. На сцену вышли не только обладатели главных призов, но и дипломанты конкурса разных лет. Продвижение молодых музыкантов – одна из главных задач фонда «Новые имена», инициатором создания которого была Ивета Воронова. С 2008 года его возглавляет один из первых стипендиатов фонда – пианист Денис Мацуев. За 30 лет существования новых имен. Помощь получили более 17 тысяч отечественных дарований. Взаимодействие фонда с конкурсом «Щелкунчик» насчитывает уже много лет. Существует многолетняя традиция присуждения стипендий призерам конкурса, которые на данный момент не являются стипендиатами. Им также вручаются путевки в Международную летнюю творческую школу «Новые имена» в Сузале. Но вот такой концерт, концерт в таком формате проводится в первый раз. Организаторы планируют проводить концерт «Челкунчиков» ежегодно в преддверии Нового года и не только в Москве. В разработке серия выступлений в разных городах страны. Ольга Енина, Андрей Тарасенко, Новости культуры. Премьера в Новосибирском театре «Красный факел». Пьесу Генрика Ипсона «Дикая утка» поставил Тимофей Кулябин. Он радикально переделал текст, перенес действия в наше время, а главного героя сделал кинорежиссером, который снимает фильм о своей семье. Скажи, отец, хоть раз в жизни ты пробовал подсчитать, сколько ты плавал жизни? В начале истории Томас Верле, сын богатого бизнесмена, упрекает родителя, не зная, что к финалу сам покалечит судьбы. «Дикая утка» норвежского драматурга Генрика Ипсона едва узнаваема. Изменились имена, текст, отчасти финал и само время действия на два века вперед. «Это довольно архаичная пьеса, это довольно такой тяжеловесный, уже устаревший текст. И сюжетные линии, ну, свойственные, там, скажем, для конца 19 века, или такие социальные реалии, они сегодня уже просто не работают. Их пришлось перепридумывать, переписывать, потому что, ну, как наша система ценностей несколько изменилась, просто наши коммуникации изменились». Пьеса не раз становилась материалом для режиссерских экспериментов. Вот и в этот раз Тимофей Кулябин еще на стадии создания перенес работу из театра в лофт. Помещение полностью обставили как квартиру главных героев. Там актеры репетировали, там же сняли фильм, видеоверсию спектакля, разыгранного в реальных условиях. «Соединился два мира. Соединился мир буквальный, то есть квартира, в которой мы в течение нескольких месяцев работали, и вдруг сценическая площадка более аутентичная, более простая. И вот эти два мира, когда соединились, а в спектакле они оба присутствуют, ну, появился третий». Видео идет параллельно на экране над сценой. Для актеров, которые привыкли, что каждый показ спектакля складывается по-своему, задача сложная. Тут из раза в раз все фразы и действия должны быть одинаковы, чтобы идти синхронно с киноверсией. «Все равно мы, конечно, подглядываем. У нас очень много, как бы, выдают тайны, наверное, очень много там экранов, с которыми мы как бы следим, и пытаемся попасть, да, в собственные движения. Но это похоже даже немножко уже на танец, на какой-то. При этом важно сохранять концентрацию и проживать то, что чувствовать, то, что взаимодействовать с партнерами». «Два мира, две правды». Есть ли среди них верная истина и нужно ли ее искать? О секретах прошлого, лжи во благо и добре, которое может стать роковым. Пример о семейной драме «Вечных тем» на новый лад состоялась. Ольга Дурных, Евгений Живаев, Вести, Новосибирск. С февраля 2020 года в Театре Набронный идут ремонт и реставрация. О ходе работ расскажет Яна Музыка. Руководство Театра Набронный подчеркивает, это историческое здание. Радикальные перемены тут невозможны. Все новшества только в пределах прежних параметров. «Здесь полностью новое оборудование, новая механизация, новые осветительные приборы, звук. Для нового оборудования потребовалось очень много металла». Более 200 тонн металлоконструкции за этот год были смонтированы в театре. Из них 66 тонн в зоне сцены. Потому что, как мы знаем, самая опасная зона в театре – это, конечно же, сцена. На металлоконструкции подвешивается свет, звук, всевозможное подъемное оборудование. Поэтому особого укрепления требует именно это пространство. Есть и такие конструкции, которые видны зрителю. «Введены конструктивные элементы, там созданы металлоконструкции, которые очень удобны для развески света. Они будут обрамлять портал». До начала ремонтно-реставрационных работ эта зона была затянута черной технической тканью. Хотя когда-то портал был. В конце 20 века, еще, представляете, это около 30 лет назад или около того, в театре произошло обрушение портальной зоны. И весь красивый лепной портал, лепнину и ее проработку вы видите в зале. Представляете, какой он был? Ну, как в этот момент рухнул. Ни чертежей, ни документов не осталось. Портальное окно очень небольшое, а аванс-сцена широкая. Но чтобы задействовать это пространство в спектакле, декорацию нужно к чему-то крепить. В основе технического портала я брала, собственно, метрический ряд колонн, высоту карнизов, ширину колонн, ширину капители. И мы постарались техническими элементами воссоздать иллюзию того, что у нас есть действительно портал. Но он несет еще и вторую самую важную функцию. Он приспособлен для того, чтобы на него можно было повесить, разместить, закрепить элементы декорации, экраны и прочее. Театр становится более удобным и более безопасным. Как выясняется, когда работаем с объектами культурного наследия, часто бывает так, что что-то обнаруживается в аварийном состоянии, что, в общем-то, было из балкона, и он представлял собой опасность. Поэтому было принято решение его в буквальном смысле слова пересобрать и полностью укрепить. Пересобрали и лепнину. Вырезали, аккуратно складировали, увозили в реставрационные мастерские, где ее домонтировали, воссоздавали и в течение года реставрировали мастера и сейчас вернули обратно. Всего объем общей восстановленной лепнины в театре – это почти тысяча квадратных метров. Конечно же, это громадный объем. И можно обратить на центральную часть. Как раз здесь появится также восстановленная люстра, которая скоро вернется в зрительный зал. Когда лепнину увезли в реставрационные мастерские, занялись расчисткой стен. Слои грунтовки и шпаклевки за весь 20-й век. И слой за слоем снимаем, мы обнаружили абсолютную колористическую гамму. Это практически радужный спектр. Мы обнаружили и красный, и бордовый, и желтый, и песочный, и зеленый, и голубой, и серый, и даже синий. Поэтому, в принципе, мы выбирали, конечно, то, что нам кажется правильно для того, чтобы внимание зрителя было сконцентрировано на сцене. Нужно было подобрать подходящий оттенок. Ведь холодный синий при свете теплых желтых ламп может измениться. Мы покрасили сразу несколько панелей по полтора метра большого размера. Вы понимаете, разные оттенки. И градация оттенка была по понтону буквально единица. И долго выбирали, что с чем соединяется, в каком свету. И вплоть до того, что мы специально и для люстры большой зрительного зала, и в помещение, и буфета, и фойе специально подобрали теплоту и оттенок ламп, которые будут вставляться в исторические хрустальные светильники. По замыслу худрука это будет театр, в который можно прийти не только вечером. Мы планируем здесь проводить выставки в помещениях фойе, в помещениях театра. Мы, конечно же, будем делать экскурсии, лекции, кинопоказы. У нас появились дополнительные, благодаря оптимизации помещения, дополнительные помещения, в которых можно это все проводить. Поэтому, конечно же, мы будем театром открытым городу, тем более, что мы находимся в самом сердце города. Например, во дворе убрали забор, чтобы пространство театра, которое находится рядом с бульваром в прогулочной зоне, стало более открытым. Завершить работы планируют весной 2022 года. Яна Музыка, Евгений Шевчуков, Иван Журавлев, Александр Подкоха. Новости культуры. Известный британский архитектор Ричард Роджерс умер в возрасте 88 лет. Наряду с Ренцо Пьяно, Норманом Фолстером и Николасом Гримшоу, он считается основателем стиля хай-тек. В 2007 году Роджерс стал луреатом Притскоровской премии, одной из самых престижных архитектурных наград. Мировую известность ему принес проект Центра Жоржа Помпиду в Париже. Также в числе его известных работ Лондонский Ллойд и 5-й терминал аэропорта Хитроу, здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Другим темам. К столетию гаража особого назначения на ВДНХ открылся Музей транспортных средств первых лиц российского государства. Экспозицию осмотрел Антон Николаев. Назад садимся. Начать экскурсию по новому музею гаража особого назначения советник директора ФСО Сергей Девятов предложил с последнего лимузина Советского Союза. Это с 1985 года, с момента прихода Михаила Сергеевича. Он ездил до 1991 года, до 25 декабря. Это последний раз он в этой машине ездил. Этот дзил можно считать вершиной советского автопрома того времени. Система вентиляции, автоматическая коробка передач, не говоря об уникальной подвеске. Машину невозможно перевернуть. До сих пор, если вдруг высокие иностранные гости изъявляют желание прокатиться на такой машине, то, конечно же, такая машина предоставляется. Музей гаража особого назначения обладает уникальной коллекцией. Здесь собраны машины первых лиц, начиная с императора Николая II. Вот французский автомобиль Делану Бельвиль. В собственном его величество императорском гараже было две таких машины – открытая и закрытая. Двигатель, шасси, коробка передач. Это всё делалось на заводе. А оформляли подобные машины в специальных каретных ателье. То есть это ещё наследие каретной эпохи. А это уже советский период по карт Сталина – подарок американского президента. Иосиф Виссарионович обычно сидел за спиной охранника на приставном сидении. В 1949-м специально для Сталина был создан советский бронелимузин ЗИС-115. Здесь толщина стекла 70 миллиметров. Это многослойное бронированное стекло. Помимо представительских, есть в музее гаража особого назначения и вот такие экстравагантные представители советского спецавтопрома. Машина, которая была изготовлена специально для охоты Леонида Ильича Авзавидова. Он иногда ездил сам за рулем, но, как правило, он всё-таки ездил с шофёром. А встречает посетителей музея ходовой прототип, представленный в 2014-м президенту России Владимиру Путину, как концепция будущего представительского лимузина «Аурус Сенат». В 2018-м автомобиль принял участие в инаугурации главы государства. Очень удобное, комфортное. Все условия для безопасности. Мощный, хороший двигатель. Ну, скорость здесь электронным образом ограничена 200 километрами. У американцев тоже у них там своя? Ну, там Кадиллак. Да, у нас как, вот если сравнивать, у нас на каком уровне? Очень хорошо. Очень хорошо. А вот это самый необычный экспонат музея гаража особого назначения. Микроавтобус «Юность». Создан был он в начале 60-х для обслуживания мероприятий высшего уровня. Машина поражала фантастическим дизайном и была предельно комфортной, ведь подвеска здесь от зиловских лимузинов. Но в массовое производство «Юность» так и не была запущена. Всего выпустили порядка 50 таких автомобилей. Американцы, и это едва ли не единственный такой случай, хотели купить лицензию на производство «Юности», но СССР отказал. В 60-е эти красивые микроавтобусы можно было изредка встретить на дорогах Крыма и Кавказа. Антон Николаев, Александр Капустянский, Анастасия Васильева. Новости культуры. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи.